Не за наших или за ваших, за красных или белых, а это за декларацию неких вот вещей, которые способны из всего этого, как Барон Минхаузен, да, сам себя вытянуть, да, из болота из этого, из болота этого злобы, мракобесия и так далее. Действительно, подчас милосердие оказывается выше справедливости, но перед этим должна торжествовать все-таки справедливость. Поэтому это, конечно, эта книга, вот еще раз говорю, мостик. Я таких книг, к сожалению, очень мало знаю. Мне еще раз, я не случайно вспомнил Олеся, что, Бузину, да, что мне очень нравилось то, что мы с ним выступали вместе и на российских телеканалах до определенной поры, пока там всех не перекрыли, на украинских телеканалах. И мы всегда в России там говорили об Украине, а в Украине говорили о России. Вот это очень важно, что мы не должны ни в коем разе решать эти вопросы дикими какими-то агрессивными методами. Вот это вот в книге я все-таки постарался декларировать. Но на самом деле это нечто популярная позиция, вот эта центристская, да, потому что, конечно, как правило, получающие от наших и от ваших, и все тебя видят виноватым, и все тебя в чем-то обвиняют. И, конечно, это в определенный момент вскипает до такой ярости, и постоянно тебе говорят про два стула, там, про то, что наши, ваши, как. Наши-то на самом деле одни, понимаете, то есть и русские люди в России, там, и, я не знаю, россияне, да, и украинцы, это, в принципе, наши все, понимаете. То есть другой вопрос, что есть там в Украине некие радикальные части, да, там есть люди, которые пришли в результате госпереворота к власти, да, там, и включили вот этот передатчик злобы. Но завтра мы, как бы, собьем этот передатчик, поставим новый, и, поверьте, 60% наших людей будут говорить о том, что русские это братья, вот и все. А когда им декларируют постоянно о том, что не братья, мы никогда братьями не будем, конечно, ну, человек, как правильно вы сказали, это, ну, внушаемое существо, вот и все, поэтому. Это главное отличное. Спасибо, следующий вопрос. Да, вот там вопрос был, да, я поставлюсь покороченный. Михаил, простите, Михаил, простите, давайте, скажите, пожалуйста, ответите на банальный такой вопрос, а по вашим мере ощущениям, что дальше будет с этим распространением? И сможем ли мы сбить этот передатчик, который стоит на Украине, и вот такую ненависть против нас, ну, против россиян, им внушаем? Да, спасибо. Так, ну, во-первых, смотрите, у нас здесь два метода сбивания передатчика. Первый, мы взяли Рикстаг и установили там свой передатчик, но мне кажется, конечно, в современных условиях это нереально, это опять же вопрос человеческой жизни, а мне кажется, это неправильно, потому что все-таки мне близок тезис Достоевского о слезинке ребенка, да? Вот, другой вопрос, что мы можем способствовать сбитию этой передатчики. Я свято уверен в том, что украинцы рано или поздно этот передатчик сами собьют. Вот и все, потому что свою природу не вытравишь, понимаете? И Гоголь, это же, вот я вспоминаю слова Гоголя, просто приведу, мне кажется, они актуальны будут. Он же постоянно метался, Украина, Россия, его постоянно спрашивали, какая у него душа. А он говорил, что знаю только одно, что никогда не дам преимущества малоросу перед великоросом и великоросу перед малоросом. Потому что у малороса есть то, чего нет у великороса, а у великороса то, чего нет у малороса. И они дополняют друг другу, сам Бог так задумал. Поэтому нельзя идти против божественной природы, против своей природы. А на экономическом уровне это будет подвержено тем, что просто Украина не сможет совершить вот это вот путешествие в Европу. Но мы уже видим, что оно не получается. И у других республик, в той же Молдавии это тоже не получается. Но никто там не ждет и не готов принять там 30 миллионов человек, которые хотят ездить там на БМВ. Я, может быть, тоже хочу, но не факт, что мне его дадут, понимаете? Вот и все. Поэтому рано или поздно это будет обращение, а куда, зачем, а где кушать, где вообще работать. Ведь куда-то нужен же какой-то рынок, правильно, сбыта. Вот и все. Поэтому рано или поздно Украина, конечно, обратится к России. И эта, собственно, история об этом говорит. Вся история украинская. Постоянно есть, были и польское там влияние, влияние Речи Посполитой, немецкое. Но все время Украина возвращалась к России. Наш пример, он не новый. Касательно республик, я думаю, что в ближайшее время они будут буферными. Сейчас пройдут там выборы 18 октября, 1 ноября. Значит, 18 в ДНР, 1 ноября в ЛНР. После этого Украина выйдет из Минских соглашений. Порошенко уже декларировал, что с Нового года они хотят выйти. Значит, они выйдут еще раньше. И это будет буферная зона. А потом, возможно, кто знает, может быть, будет референдум за присоединение к России. А там уже дальше Россия решает, готовы они принять Народные республики. Я скажу сразу, что, вот я один пример просто приведу. Я когда был в апреле, вспоминал, были эти администрации. Стоял мужчина такой с бородой и говорил, нужен референдум, нужен референдум. И там женщины стояли вокруг, человек 20. И он говорит, ну мы в результате референдума не сможем вступить в Россию. И они так уууу, все расстроились. Он говорит, ну это со временем. Понимаете? И они обрадовались. Я абсолютно уверен, хотя я, в общем-то, и на украинских каналах, и на российских заявлял идею целостности Украины, да, до всех этих идиотических событий. Но я абсолютно уверен, что там русские люди живут, которые хотят быть в России. Вот и все. Ну а и рано или поздно желание сбудется. Это вопрос договоренности. Ведь Украина тоже не хочет эти территории назад. Зачем? Ну просто экономически. Зачем они нужны вот фактическому правительству? Они не могут там накормить Житомир, я не знаю, Львов, Мукачево, да, там. А тут еще, да, это же надо все восстанавливать, правильно? И от этих людей уже отказались. Ведь нету ни пособий, нету ни пенсии, ничего этого не платится, правильно? И люди там за что, за счет чего они существуют? У них все связи с Россией. И связи там и рубль уже введен, и люди ездят, значит, учатся, школьники, там, студенты в российских вузах. Поэтому это уже такая Россия, но, может быть, не оформленная юридически, я бы так сказал. Поэтому со временем это будет вот так вот, неизбежно. Спасибо большое. У нас следующий вопрос. Много, да? Благодарю. Здравствуйте. Меня зовут Александр. Мы с вами заочно знакомы. Я имела эту книжку. Я писала из Кальмы в Москву, за что я очень благодарен. У меня вопрос следующего характера. Вы издали свою книжку в издательстве «Фольо», если не ошибаюсь, в Харьковском, да? Эти издательства, в принципе, оно знакомо тем, что оно достаточно долго уже в Украине издает писатель, которые сейчас оказались в ближайшем времени. Ну, не эту книжку, я просто уточняю, а прошлую. Ну, я, да. Да, да. Учник, он первый. У меня с этим вопрос. А среди российских писателей, ну, есть люди, которые у вас, ну, недолюблены, не будем говорить. Я вас удивлю, но среди украинских тоже есть такие люди. Вот у меня по этому поводу вопрос. А кто среди украинских писателей вот к вам, ну, открыто, может быть, поражал свою позицию? Может быть, в лицо, а может быть, заочную позицию. В смысле, не любовную позицию? Ну, да. Да там большой список, я же, ну... Может, любовную, конечно. Не, любовную, но мы пообщаемся, я говорю, что мы с Олесем дружили там потом. И вот я вспоминал Любка Дереша, отличный писатель. А был, кстати, с западной Украины человек, родился в, значит, город Стрый, учился во Львове. Он абсолютно проевропейский, но мы с ним идеально понимаем друг друга. Вот абсолютно. Мы с ним вместе были в Донбассе, и это, кстати, пример того, что люди при здравом смысле могут понять друг друга. Ну, а список тех, кто не любит, там большой достаточно. Они же сейчас вот ваяют эти свои подписи, пишут эти письма гнусные. И там известные люди есть, я не знаю, там, Мария Матиас, например, которую я вспоминал. Мы сидели с ней на прошлой Львовской ярмарке, самая большая ярмарка в Европе. Вместе у нас одна книжка, тоже фолиус, сборник вышел. И мы сидели, я что-то подписывал, там она увидела, что она, видно, не знала в лицо, а я ее не знал, кстати. Смотрит Платон Беси, она так на меня смотрит и на украинском говорит. Говорит, а, это вы, да, да, да. Она говорит, ой, нет, я с вами сидел и ушла просто. Есть такие люди, и таких очень много, там, я не знаю, Юрий Андрухович, тот вообще там меня люто постоянно писал. Есть из российского лагеря, с кем мы, кстати, дружили, там, я не знаю, Леша Никитин, тоже не очень хорошо отзывается. Есть там критик такой Юрий Володарский, он, в общем-то, очень сильно поддерживал Евромайдан. У него там в каждом интерьере он подчеркивает, что там меня там, Проханова, Прилепина, надо вообще вывозить туда, вот в Киев, и там, как бы, на Крещатике линчевать, видимо. Поэтому такие люди есть, конечно, любят, не любят, это вопрос такой. Меня, как бы, честно говоря, любовь или не любовь вообще никак не трогает, абсолютно. Я свято уверен, что каждый человек делает свое дело и делает, исходя из своих личных убеждений и убеждений того, что это имеет в контексте истории. Вот и все. Поэтому, если там обращать внимание, обидно, конечно, когда российские коллеги вроде бы там на ровном месте начинают продуцировать какие-то идеи, но ненависти я имею в виду. Но это вопрос, вот то, что мы говорили о том, что когда ты центрист, тебя и наши, и ваши, они неизбежно бьют, и к этому надо быть готовым, то есть иметь ясную голову и большое, как бы, желание сбиться, понимаете, и все. Поэтому список там большой на самом деле. Хуже, конечно, что это влияет на некую коммуникацию, потому что у меня должны были в этом году выйти два перевода книг, но оба сорвались в связи вот как раз этой всей политической истории. Ну, надо чем-то жертвовать, потому что невозможно ничем не жертвовать. Вот и все. Некоторые, я же, слава богу, стою, сижу, точнее, перед вами, там, отвечая на вопросы. Да, а кто-то там сидит за стенках СБУ, а до этого кто-то там, значит, Солженицын или Шаламов, там, отбывались в более страшных местах. Так что мне грех жаловаться, все абсолютно хорошо. А коллеги, это сегодня они ругаются, завтра они ругаются. Мне просто поражает, когда человек там, знаете, мы же немножечко, вот наш писательский мир, он так оторван от реальности. Он где-то в социальных сетях там существует, да, и там вся жизнь. А не всегда, когда ты с человеком встречаешься один на один, он тебе готов сказать что-то. Я, на самом деле, уважаю тех людей, которые могут в лицо тебе сказать и даже, может быть, по физиономии, извините за выражение, дать, да. Но он это искренне говорит, и слава богу. А когда какие-то там виртуальные гадости, да, там, ты читаешь, а потом этот человек что-то от тебя хочет, ну, просто ты думаешь, ё-моё, неужели это та великая русская литература, которая декларирует некие ценности, идеалы, да. Вот это для меня дико. С другой стороны, наверное, не все наши классики были приятными людьми, поэтому тут вопрос вечный, так что нормально. Вопрос, куда это направлять. Вот, пожалуйста, следующий вопрос. Да. Добрый вечер. Во-первых, спасибо за книгу. И два вопроса у меня. Первый, здесь уже звучала, да, тема о том, что нужно попытаться изменить формацию с негативной на позитивную. Вот у меня вопрос, не хотели бы вы со своими коллегами, с тем же Прилепиным, да, или Прохановым, сделать какое-то мероприятие, направленное на укрепление как раз-таки русской мечты, крымского чуда, да. То, что реально создаст позитивный момент, да, и укрепит. И второй вопрос, есть ли у вас уже какие-то идеи по поводу новой книги, где вдохновение вы теперь будете брать? Спасибо. Спасибо вам. Отвечаю с конца. Вдохновение буду брать вот на встречах с читателями. Самое лучшее вдохновение. Это же автору, на самом деле, а не читателям, скорее даже. А касательно первой части, да, это очень важно. Конечно, я бы не стал этих людей называть. Неизвестно, что я их не люблю как-то. Просто мы с ним об этом не говорили, да. Ни с Александром Андреевичем, ни с Захаром. Но я думаю, что, конечно, надо какие-то, да, реальные воплощения. Потому что вот, и делать это, конечно, нужно в Крыму, однозначно. Потому что вот Крым вернулся, да. Вот Крым в России. Но как это рассматривать? Ведь сейчас пытаются это все свести опять в этот военно-политический контекст, да. То есть сделать некую вот базу. А мне кажется, что Крым все-таки исторически, это прежде всего вот некая такая вот культурная мекка, да. Это точка сборки, вот место, где действительно творили большие и русские, и иностранные писатели. Поэтому идея была сгенерирована провести, значит, фестиваль в Севастополе. Действительно такой большой фестиваль. Эта идея, значит, принадлежит, значит, замечательный такой писатель русский Юрий Милославский. Вот у него возникла такая идея. Я думаю, что фестиваль этот будет, будет в любом случае проходить. Он будет называться «Литературный равелин», потому что у нас есть Константиновский там в Севастополе равелин, есть Михайловский. Но мы сделаем такое большое мероприятие, которое называется «Литературный равелин». И это будет действительно нечто такое большое и в плане писательства, и в плане научно-философского подхода. И действительно его миссией будет, наверное, возвращение Крыма в литературный контекст не только России, но и Европы, я бы так сказал. И сделать это надо действительно в хорошем масштабной форме, привести хороших авторов и сделать под это серьезные такие литературные чтения и круглые столы. Поэтому я думаю, что идея сейчас утверждается, под нее ищется финансирование, но так или иначе мы в ближайшее время ее обязательно проведем, и это действительно будет первый шаг. А дальше подтянутся уже и некие другие идеи, потому что в принципе, которые сейчас в фестивале проходят, они и при Украине проходили. Поэтому нужно что-то новое, действительно мощное, эффектное, и то, что действительно бы объединяло русских писателей, русское слово, я бы так бы сказал. Русский язык. Потому что я свято уверен в том, что возвращению на родину Крым прежде всего обязан русскому слову и русскому логосу, я бы так даже сказал. Платон, традиционный завершающий вопрос на сегодня. Завершающий, может еще какой-то вопрос просто, я бы ответил. Ну, у нас, к сожалению, по времени девочки мне уже... А, уже девочки показывают, девочки всегда показывают. Ну, вот, сами понимаете. Творческие планы какие у вас? Ближайшие творческие планы я еду в Сталинград, потому что там у меня по папиной линии все родственники. Там встречусь с библиотекой, на библиотеке пойдет встреча читателя, потом будет Липец, Воронеж, дальше я вернусь в Крым, презентуем книгу и будем писать новую книгу. Какую? Пока секрет. Ну, я, нет, это не секрет, сейчас я работаю «Красная соль», это книга, которая, значит, роман в повестях, есть обычный роман в рассказах, это будет роман в повестях, да. В принципе, я уже больше половины написал, сейчас я приеду, уеду в деревню, как я это всегда делаю, допишу. Ну, а следующая книга как раз будет посвящена русской мечте, и это будет такой некий философский, философский, трактат пишет громко, но некая философская, философско-публицистическая книга. Вот, мне кажется, это интересно все-таки оформить, преобразовать и как-то внести в этот литературно-философский, публицистический контекст. Вот это вот творческие планы, и, конечно, то, что я сказал, это литературный равелин, конечно, его нужно провести вообще просто край, и необходимо сделать, чтобы действительно мы заявили Крым как вот-вот-вот камень такой вот краеугольной русской культуры. Я бы так сказал. Потому что не случайно же, мы же слышали, что Крым, Херсонес являются сакральным местом для всей России. Значит, нужно, так сказать, материализовать эту сакральность в некие такие хорошие, красивые идеи. Спасибо большое. Хотел вас поблагодарить и от имени читателей, и от имени Московского дома книги на Арбате, и от имени издательства Питера. Спасибо большое, что уделили время. Я считаю, что все замечательно у нас получилось, и вы ответили на все вопросы. Спасибо вам, на самом деле, потому что я еще раз говорю, что всегда приятно просто видеть людей, видеть глаза, это всегда, на самом деле, дарит большие эмоции. Спасибо вам большое, на самом деле. Спасибо, Оля. Ну что ж, дорогие друзья, вы можете проходить на автограф-сессию с Платоном Беседеным сейчас. Не стесняйтесь, подходите к левой лестнице, поднимайтесь по ней, спускайтесь по правой, дорогие друзья. Или стесняйтесь и подходите. Не судьба. Спасибо. Уважаемые друзья, посетитель нашего магазина сейчас на втором этаже литературного кафе проходит автограф-сессия с Платоном Беседеным. Сегодня он представил свою новую книгу «Дневник русского украинца». Мы ждем вас. Вы можете приобрести книгу, получить заветный автограф. Приходите на второй этаж литературного кафе. Вход свободный. Приходите на второй этаж литературный кафе. Проходит автограф-сессия с Платоном Беседеным. Сегодня он представил новую книгу «Дневник русского украинца». Вы можете подняться в литературное кафе, приобрести книгу и получить заветный автограф. Мы ждем вас в литературном кафе на втором этаже. Приходите на второй этаж литературный кафе на втором этаже. Дорогие друзья, подходите в литературный кафе, у вас еще есть возможность подписать книгу Владуна Беседена. Приходите на второй этаж литературный кафе на втором этаже. Дневник русского украинца. Он сейчас еще в литературном кафе и ждет вас. А мы напоминаем, что каждый день в Московском доме книги с 18 часов начинаются интересные мероприятия, музыкальные перфомансы, встречи с авторами. Поэтому подписывайтесь на нас в социальных сетях, ставьте хэштеги в Инстаграме и ВКонтакте. Мы ждем вас на наших мероприятиях. У нас всегда свободный вход, поэтому приходите. Да, неизвестно, поэтому сложилось в другом.